Всем привет дорогие зрители, это новый выпуск по Castle Crash и у меня был небольшой перерыв, я очень сильно соскучился по этой игрушке за онлайн атаками и ставьте лайк если тоже ждали Castle Crash. Был у меня небольшой перерыв, не было у меня времени записывать видео, но теперь я вернулся и буду чаще записывать про эту игру ролик. В общем ребят, сегодня не будет онлайн атак, я не буду апать кубки, хотя вы можете увидеть, у меня уже 2600 практически и я иду на замок 8. Но так как у меня был перерыв, я не часто играл, из-за этого возможно такой ступор, потому что прошлый ролик также был 2600, никаких рекордов как бы нету. Сегодня я хочу сделать такой тест, я хочу провести фан-атаку, по Clash Royale я подобное уже делал, там много юнитов, много сборщиков, там клон спелл, ну что-то какие-то фан-атаки, помните да? Я хочу в этой игре также попытаться сделать фан-атаку и сейчас мы к ней перейдем, но прежде чем перейдем к фан-атаке, кто еще не играет в эту игру ребят? Я ссылочку оставлю в описании, я вам крайне рекомендую ее скачать, потому что игруля очень крутая. И если вы скачаете, у вас будет достаточно кубка, обязательно заходите в мой клан. Прием 1746 игроков у меня в клане, 4 места, поэтому заходите, буду рад всем. И давайте откроем сундучки, я долго не играл, поэтому накопилось тут сундучков, давайте их открывать. Метеор плюс скелетики, отлично, сейчас я вам объясню, что будет происходить в этом видео, после того, как откроем сундуки. Итак, обезьянный пират, инферно и огромный, или как он, отличный сундук. Так, ой блин, племя лучников я не использую и орка тоже, очень жаль, очень жаль. Ну ничего страшного, любые карты нужно прокачивать, я думаю, что все они по-своему хороши. Так, чтобы, ну, разными колодами играть. Окей, и остался у нас сундук победы, давайте его откроем. Блин, я думал это легендарка, уже думал радоваться, но это эпик тоже неплохо. Так, орда скелетов и шут, ну шутом я не пользуюсь. Так, что у нас в магазине? В магазине у нас особое спецпредложение, вы знаете, как оно работает. Набираем 5000 лайков, я его доначу на видео. И так абсолютно каждое спецпредложение. Если вы успеете набрать 5000 лайков, сразу же подписывайтесь на канал обязательно, ставьте лайки, и я это спецпредложение открою на видосик. И, собственно, ребят, суть ролика. Суть ролика в том, что я хочу провести фан-атаку с дракончиками. Я хочу сделать максимальный рост дракончику. Возможно, вы уже видели подобные ролики, а возможно и нет. Я не знаю, с русскоязычных ряд ли кто-то снимал. Это чисто фан, потому что, ну, блин, прикольно. Все-таки дракон и так огромный юнит, а тут еще и с гигантским ростом. В общем, я уже провел эти атаки с Еленой, с Оксаном своим. И давайте посмотрим, что из этого получилось. Итак, суть нашей игры заключалась в том, чтобы мы крутили карты, естественно, с помощью порыва ветра постоянно отталкивали юнитов и постоянно прокручивали колоду, чтобы выбрасывать дракончика и постоянно выбрасывать, точнее, юзать гигантский рост. Ребята, если у вас есть какие-то идеи, возможно, вы хотите меня где-то поправить. Пишите в комментариях ваши идеи, я буду читать. Возможно, вы хотите еще какую-то фан-атаку. Вот пишите ваши идеи, которые у вас присутствуют. Какой бы вы хотели идею реализовать, я сделаю об этом отдельное видео, если это будет интересно. Я пытался сделать призраком, призрак сам по себе огромный, когда много юнитов, и еще с гигантским ростом, но у меня не получалось это сделать быстро, ну, точнее, так долго крутиться, как в данном повторе, потому что, ну, напарника не могу себе найти, чтобы вот все реализовать. Реализовать реально очень трудно, потому что призрак работает от спама, и по всем лайнам идут юниты, и мои напарники просто не могут их отдефать, удержать, чтобы я смог призрака увеличить максимально. Поэтому я выбрал дракончика. Вот я его выпускаю, у меня уже есть два спыла, которые могут увеличить моего дракончика. Вот смотришь на него, да, ребят, и уже он кажется огромным. То есть, ну, смотрите, по сравнению с другими юнитами, он такой реально мощный, 12 эликсира, огромный юнит. Поэтому у меня, не знаю, почему, вот это объяснение, почему я выбрал именно этого юнита. Итак, как только дракончик доходит к замку, мы сразу же отталкиваем его вихрем и крутим колоду. Проблема в том, что я очень долго прокручиваю деку, и вот я сразу использую три роста, и вы посмотрите, как он становится размера. Плюс Елена использует метаморфа, и, блин, это нечестно на самом деле. Я вот выращивал он такой у меня накачанный, если можно сказать, на протеине дракон, а Елена просто метаморфа использовала, и получила такого же дракона, которого я вот прокручивал деку и выращивал его, если можно так сказать. Ну, в общем, не суть, это фанатака, ничего такого особенного не произойдет, просто максимальный рост. Ну, вы посмотрите на эту арену, я хотел сделать настолько максимально, чтобы он не помещался на экране, но я не успевал крутить колоду. Я взял самые дешевые карты в деку, которые 2 и 0 эликсира. Если у вас есть какие-то, ребят, варианты, как реализовать, чтобы еще больше сделать, то пишите ваши комментарии. Итак, смотрите, еще один метаморф, и у Елены уже два огромных дракона, а у меня один, как бы, такой, как у нее, а один очень маленький. Ну, вы посмотрите, сравните размер стандартного дракончика, и который сейчас перед вашими глазами с помощью вот этого гигантского роста. И еще один гигантский рост я использую. Это просто колоссальный дэмэдж, колоссальный урон. А, дэмэдж и урон, это одно и то же, но я хотел сказать, рост. Поэтому, блин, это фан. Конечно, было бы прикольно это сделать в обычном глобал-сражении, но, блин, естественно, противник не даст этого сделать. Он будет атаковать по разным лайнам, а мне нужно реально крутить деку и только один лайн держать. Поэтому в глобале реализовать это не получится. Хотя, изначально у меня колода была подобная с гигантским ростом, и, ну, на более низких трофеях у меня получалось. Ну, а на этом замке тут игроки прошарены играют. И вот, смотрите, я еще парочку спилов завязал, и смотрите, какого он размера. Конечно, я хотел еще больше, чем сейчас сделать. И вот, вот это с метаморфом вообще красиво получилось. Это, блин, они полэкрана занимают. Не видно, что происходит выше по другим дорожкам боя. Я не понимаю, как вообще разработчики, ну, к этому относятся. То, что, смотрите, они настолько огромны, что я не вижу других юнитов на карте. Это вообще нормально. И я еще, по-моему, один только что использовал рост. И, ну, это, по-моему, максимально. Вот сейчас будет овертайм, и замки начнут уничтожаться сами по себе. Конечно, блин, я хотел бы еще больше, но не успеваю. Такое ощущение, что бесконечно крутится колода. Слишком много карт в деке, и, соответственно, не получается. Не успевал я прокручивать деку. Но выглядит достаточно эпично, ребят. Пишите в комментариях, какие вы хотите еще видеть эти фан-атаки. И интересно ли вам вообще такой формат. Потому что, ну, у меня, как бы, еще идей много. Хотелось бы, конечно, их всех реализовать. Но, если вам подобный формат не интересен, то я не буду снимать. Ну, вроде ничего такого не происходит. Блин, ну, это круто. Смотрите, как это выглядит красиво, согласитесь. К сожалению, у Елены дракон умер. Потому что у нее еще нету СПЛА, который хилит своих юнитов. И вот последний рост за игру. И вот такой вот дракончик у меня получился. И, к сожалению, мне нечем было задефать пирата. Там его уничтожил замок. Но я бы все равно не успел прокрутиться до еще одного гигантского роста. И, соответственно, не успел бы его увеличить. Мы провели много онлайн-атак. Ну, там, не то, что много. Но, точнее, повторов у меня несколько. Ну, все я вам показывать не буду. Одно и то же, как бы, мы крутим колоду, делаем большого дракончика. Где-то было это красиво, где-то сразу... Ну, мы не успевали, там, цикл не подходил, либо еще что-то. Но это такое, знаете, чисто фан. Это последний повтор мне показался самым таким прикольным, интересным. Ну, не знаю, я просто хотел немножко разнообразиться, ребят. И я не знаю, что пока записывать. Потому что у меня колода уже составлена. Новую я еще не придумал. Хотя готовится дека с демоном. Вот такой вот вам спойлер. Я решил немножко пофаниться. Потому что это игра, я получаю от нее удовольствие. И разные форматы тестирую. И если вам фан-атака понравилась, то пишите в комментариях. Собственно, буду на этом выпуск завершать. Если вам интересна колода, которой я играю, то у меня две колоды. Вот эта дека. Я могу вам продемонстрировать онлайн-атаки, но это будет уже в следующем выпуске. И колода у меня есть... А, я не буду вам ее показывать. Я ее покажу вам в следующем выпуске. Также, ребят, если вы хотите, чтобы я задонатил на вот это спецпредложение, то, естественно, набираем 5 тысяч лайков. Обязательно подпишитесь. Я на самом деле хочу его открыть, но так как я гемы и так трачу на открытие, поэтому полторы тысячи рублей на один сундук тратить, ну, знаете, не сильно выгодно. В скором времени будет также открытие сундуков, но я бы хотел как можно быстрее дойти до нового замка. Также, ребята, я попрошу вас написать в комментариях, с какой колодой вы играете, на каком вы замке, и какой вы мне дадите совет по колодам и по записи видео. Любые ваши идеи, естественно, я воплощу... Ну, самые интересные, которые будут на мое мнение и на ваши топ-комментарии, я, естественно, сделаю отдельное видео. Все, ребятки, это все, что я хотел вам показать. Буду на этом с вами прощаться. Не забывайте вступать в мой клан. Буду ждать, ребят, вас всех. 1700 кубков прием, 46 из 50 человек. И желаю, ребят, вам удачи, хорошего вам настроения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем, ребята, пока! Субтитры сделал DimaTorzok